Вести Хакасия на канале Россия 24. В студии Елена Крылова. Здравствуйте. Сегодня День России – это один из самых молодых государственных праздников. Сегодня по всей Хакасии проходят праздничные мероприятия. Например, Саиногорск традиционно отметил День России парадом детских колясок. Этот конкурс за несколько лет стал визитной карточкой самого молодого города республики. В Абакане прошел ряд спортивных и развлекательных мероприятий. А центром народных гуляний стала главная площадь республики Первомайская. Кстати, сегодня здесь началась продажа билетов на концерт Ванессы Мэй – всемирно известной скрипачки. Она выступит на стадионе Саяна 30 июня. Ванесса Мэй покорила слушателей своими технообработками классических произведений. В частности, ее шторм из цикла «Времена года Вивальди» оставил позади в хит-парадах поп-музыкантов. Это и множество других классических и собственных произведений сделали китаянку известной на весь мир. Затяжная прохладная весна Затяжное отставание по гречихе. А трехгодичный эксперимент по кукурузии вовсе не был успешным. Сегодня высаживать ее уже поздно. Майского тепла не случилось и к осени не удастся получить нормальной зеленой массы. Поэтому для наших животноводов грядущее лето – период надежды. Вы все знаете, что прошлый год у нас была засуха. И вот тот запас кормов, особенно сочных, который у нас был с прошедших лет, мы за эту зиму благополучно в республике съели все. У нас сегодня переходящих запасов почти нет. За редким исключением по ряду хозяйств такое маленькое количество, о которых говорить вообще смысла нет. Поэтому мы будем вступать в зимовку с тем, что мы заготовим в текущем году. Поэтому у нас, конечно, надежда на то, что лето все-таки будет теплое. Мы получим то, что хотим. Познакомиться с победителями конкурса «Самый страшный подъезд» теперь могут все жители Абакана. Фото трех особенно запущенных помещений сегодня разместили на баннерах, которые установили в самых оживленных местах столицы Хакасии. Речь идет об улицах Щетинки, Накирова, Тельмана и Ерыгина. На огромных фотографиях представлены во всей красе подъезды домов, расположенных по Абаканским улице Заводской 3Б, Торговой 8 и Комарова 8. Обслуживают многоэтажки управляющая жилищная компания «Теплый дом» и ЖУ-1. Напомним, на роль самого неухоженного претендовали около 30 подъездов республики. Госжилая инспекция отобрала только три. В помещениях и визуально, и по документам ремонт не делался годами. Главной наградой победителям конкурса стала публикация не только фото, но и сведений об управляющих компаниях, благодаря которым жильцы вынуждены ежедневно созерцать разруху в своих подъездах. Добавим, что уберут баннеры с улиц Абакана только через неделю. У посетителей Республиканского центра живой природы есть уникальная возможность увидеть новорожденного олененка, от детеныша уссурийского пятнистого оленя. Он появился на свет чуть больше недели назад, уже постепенно познает окружающий мир. Кстати, это не единственный новый питомец зоопарка, рассказывает Наталья Гармашова. Отличительная черта уссурийских оленей – белые пятна на красно-рыжей шерсти. Этот малыш – идеальный представитель вида. А вот родители сейчас переживают период линьки, а красный такой яркий. Уссурийский пятнистый олень – исчезающий вид, занесен в Красную книгу. В природе, по подсчетам специалистов, менее трех тысяч голов. В зоопарке Абакана олени уже четверо, а детеныш появился на свет около двух недель назад. Сразу оказался очень общительным. То есть, если, допустим, у нас еще появились у моралов, тоже детеныш родился, но он такой закрытый, на публику не показывается, то есть даже наши рабочие его не всегда можно увидеть, то вот этот олененок оказался такой настоящий бэмбик, из сказки которого очаровательный совершенно, которого можно увидеть в течение дня посетителям. Мораленок действительно не вышел из своего домика, как бы мы ни пытались привлечь его внимание. Зато мама малыша вальяжно разгуливала по вольеру, общалась с посетителями зоопарка и не боялась оставлять своего детеныша одного дома. Весной произошло пополнение в семействе северных оленей. Около месяца назад здесь родился мальчик. Уже порядком подрос, а скоро научится хрюкать, как мама. Уже пытается и веники объедать, но он тоже достаточно активный. Его все время в течение дня можно подойти и увидеть. Но везде семенит за мамой, потому что вот именно копытным таким вот животным требуется мама. Северная лень для зоопарка – диковинка, так что малыш останется здесь насовсем. В вольере через аллейку тоже вместе с мамой живет пони. Еще месяц назад малышка была безымянной, имя выбирали всей республикой и придумали. Герцогиня, сокращенно Гера. Одной из любимых лакомств голубоглаза имени лошадки – свежая трава. Правда, растет она за забором, дотянуться непросто. Подрастают сегодня детеныши в семействах многих других животных. У нас еще есть котята у леопардов, причем пятнистых трое, и один черненький у второй мамы родился. У нас очаровательные носухи появились, их четверо. Они сейчас становятся любопытные, любят уже где-то выйти, но мама их быстро сносит в одно место и защищает, как лев. И в этой клетке тоже есть новорожденные. Сколько родилось бельчат, сотрудники зоопарка сказать точно не могут, все сразу не показываются. Но одного нам все-таки удалось увидеть. Малыш так был увлечен шишкой, что не заметил посторонних. А когда увидел посетителей, решил все же не прятаться в домике, а показать, как ловко уже научился лазить по веткам. И на этом наш выпуск завершен. Напоминаю, что новости нашей телекомпании вы также можете смотреть и в интернете. Адрес официального сайта – вести.дефис.хакасия.рф. У меня на этом все. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok